А ты знаешь, что такое Дао? Ну, Дао, вероятно, это что-то из китайской философии, то, что руками не потрогать, словами не сказать. Дао дословно переводится как путь, вечное движение. То есть, получается, Краснодаво это город... Почти. Город движения. Почти. Это фестиваль барабанов и необыкновенных самодельных музыкальных инструментов. И он уже проходит второй год подряд в городском саду. В этом году он пройдет 24 октября. И в гостях у нас его автор, художник Валерий Лимонадов. Валерий, здравствуйте. Доброе утро, Валерий. Скажите, в прошлом году было очень много интересных гостей. Кого пригласили в этот раз и как много людей посетит праздник? Как много, мне кажется, что чуть-чуть больше. Ну, как бы, без рекламы. Кого приглашаем? Ну, то есть, не так, чтобы знаменитости какие-то, да? То есть, это все такое очень интеграно, как и в прошлый раз, в принципе. Но есть такие изюминки. То есть, мы нашли людей, которые будут играть на индийских инструментах. То есть, таких, которые мало кто видел. Вот. Валерий, вот я, например, не ходила в музыкальную школу. И знаю, что у меня проблемы со слухом. Ну, возможно, на кастрюле ритм смогу отбить. Вот таких талантов вы ждете на фестиваль? Ну, да. Собственно, таких было большинство. То есть, были профессионалы, которые держали какой-то ритм. И было много людей, которым была охота, и они могли попробовать. То есть, у нас было много чего-нибудь, на чем можно... На чем-нибудь? ...себя попробовать. То есть, были реально булочки огромные. Покажите нам. Например, вот. Мы вот видим, да, что вы пришли. Да. То есть, пустыми руками можно что-нибудь попробовать. У нас есть, да, у нас есть вот самый такой классный инструмент, на котором можно, в принципе, играть и руками. И ногами. Да. По большому счету, он есть в любой уважающей себя организации, в которой есть кулер. Можно как бы взять... А вот я вижу, у вас там еще приспособление со скотчем, какой-то сложный инструмент. Со скотчем это уже духовой инструмент самодельный. То есть, это же фестиваль не только ударных, но и самодельных. Это в полуразобранном состоянии. Куда я показываю? Сюда, правильно? А что он делает? Сейчас покажу. Значит, это духовой инструмент. В него надо дуть. Но пока что вот он не работает, да? Есть такая насадочка, которая должна быть упругая, да? Примотана к такому уголку для полочки. Ну, все узнали, да, предметы? Это обычная труба. Что же нам получится? И шарик. Должно получиться вот так. Сейчас это просто потом нужно примотать вот так скотчем, вот так, и получится так. Чуденько. Хороший звук такой. Утренний, главное. А можете ли нам что-нибудь продемонстрировать именно на вашем профиле ударном, так скажем? Или вот. А вот может ли абсолютно не обученный человек, к примеру, Ольга, взять в руки инструмент и что-то на нем исполнить? Какой инструмент? И в принципе, можем ли мы замучить импровизированный ансамбль здесь, прямо в студии? Почему нет? Ну да, у нас инструментов хватит. Давайте. Самое главное, да? А я, пожалуй, возьму барабан. На какой вы учились? Училась? Да. Давайте потихонечку вспоминаем, вспоминаем. Как мы там? Давайте. Во. Ваша очередь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давайте ритмичный танец. Это же утро. Может быть. Очень хочется напеть вот даже. О-о-о. Это чудо, дорогие друзья. Это утро. Это утро на губань. Мне кажется, что мы сейчас сможем улучшить погоду на улице. Не так ли? Стеклее стало. А главное, не вызвать дождь. Спасибо большое, Валерий. Отличие ансамбля получил. Оставайтесь с нами. Далее будет еще интереснее на телеканале Кубань-24. Кубань-24. Спасибо.